Зеро Нейшн против Найн Зи. Команды, которые являются прямыми конкурентами за поездку на мейджор прямо сейчас на карте Деверпасс. Ну что же, удачи всем нам, хорошего матча, удачи командам, конечно же. Ну и надеемся, что будет все-таки боевая каточка, возможно, прямо сейчас. Конечно, Зеро Зеро Нейшн здесь явные фавориты, но, может быть, Найн Зи как-то смогут нас всех сегодня удивить. Начинают они за атаку, сплитом уже начинают свой заход на Бэпленд. Ну и смотрим, как тут два Токсик фишечка у обороны, сработает или нет. Сейчас увидим Зеро Илата. По-моему, уже оба спалились, потому что оба стреляли с Токсика, но неважно, они убивают. Нет, все-таки тиммейт прячется. Думау. Вроде бы чекают, вроде бы чекают его, но убить не получилось. Бомбы все еще не установили. На Найн Зи остается последний игрок, Диджей Ти. Против таку Илата. Бомба прямо в планетену. В теории можно, надо кого-то забирать сейчас срочно. Может быть, заголовно закрутит, но уже... Не-не-не, справа-слева обошли последнего игрока. Команды Найн Зи вроде до плента добежали бодренько, но, во-первых, была вот эта хитрая с двумя опорниками именно на Токсике от Zero Zero Nation. Ну и, конечно же, два в одного тоже доиграли образцово. Ребята, хорошо, с идеей, с придумкой Zero Zero Nation. Молодцы. Найн Зи, плент вышли, ну и на этом все. Да, без бомбы будут играть полный экономический раунд. Ну и напомним сразу, что... О, тут вообще круто, ноу-лайв. Какие-то сообщения в чатике прозвучали. Ну что же, возможно, что-то случилось. Напомним, пока расписание, друзья. У нас еще матч следующего тура. Даже два матча. Ликвид Тим Ван и МИБР о плану. Да, мы будем, скорее всего, на команде Ликвид. На этой трансляции параллельно. О плану. Должны буду стартануть, получается, через час где-то. Ну, потом перерыв, как мы сегодня уже разобрались. Ну, в 16.45, да, вот будет четвертый тур. Отыграют ребята. После этого нужно там, видимо, выбирать, кто с кем играет. И дальше, и поэтому будет пауза. Да, и аж в 7 часов вечера по Киеву начнется пятый тур. Ну, пятый матч сегодняшнего дня. Второй тур, в принципе, так правильно говорится. Ну, вторая половина дня. Там 8 бестов, 1. 4 мы посмотрим. Потом пауза. И еще 4 ближе к ночи. Будет сыграно. Мы как раз-таки после перерыва еще один матч успеваем Stafford зацепить. Так, от мины сразу тут вообще помощь прилетает. Так что там вот Тако, да, случилось. Общаются с Колдзерой. Ну, вроде бы пофиксили. Замечательно. Посмотрели пистолетку. Небольшой тайм-аут. И мы уже готовы ко второму раунду. Напоминаем, что это американский РМР. Сегодня у нас все фавориты должны встретиться со всеми аутсайдерами. Но вот в этом матче фаворит не такой явный. Если отталкиваться от коэффициентов. Ну, так, полтора на два с половиной фаворит. 0-0 Nation. Так, ну, и команда Fallen, и команда вот Тако, Cold Zero тоже играют карту Оверпасс сегодня. В принципе, могут тоже успешно. Между собой может быть Оверпасс. Потом, да, вот попозже. Было бы, да, тоже интересно посмотреть на такие матчи. Но сейчас определимся, как тут вообще в 0-0 Nation. Все ли нормально. Будут ли сюрпризы от 9Z. Ну, и, да, вот полный экономический раунд. Закупка далее в третьем. Ну, и смотрим, что у нас делает 0-0 Nation. Через коннектор собираются пройти ребята. Да, выкурили Макс. Выгнали на Думао. И очень легко справились с первым. Ну, как-то все очень легко. Идет коннектор. Тут уже Cold. На поджиме все контролируется. В общем-то, инфа собирается. Ну, пытаются как-то здесь пробиться на глоках. Но все контролируется. По дуге, как мы видим, есть пространство. Но 0-0 Nation там специально отдают. И уже... И тут Cold. Зеро третьем на... Да, да, да. Пошла перетяжечка. Там спокойно укрепляется оборона пока что на Апленте. Да и гранат каких-то, да, и дополнительных, к сожалению, не купили здесь ребята из 9Z. По идее, сейчас их тут просто должны уничтожать все опорники точки. Вообще, по идее, все должно быть без проблем. Но посмотрите, один из них так проходит. Смог. Видит Лато. Много пуль, но мало демеджа получилось в этой ситуации. Лато еще 48 хп. Приходит у Мао. Трай обеспечил 2 фрага из формилки. Ну и раунд без потерь. 2-0. Зеро-зеро Nation. Все отработали четко. Мне не очень понравилось. Требаут это? Да, да, да. Как в спину пытался убить сейчас. Игроков Зеро-зеро Nation. Надеюсь, и вся половина не будет такой. Ну ладно, это только третий раунд. Вот девайсы, пять калашей. Есть гранаты. Что думает киберспортивный букмейкер GigiBet? Партнер трансляции дает 1-43 на Зеро-зеро Nation. 2-74 на 9Z. Ну чуть похуже на остальные кэфы для 9Z уже по счету. Ну и эта цифра, видимо, будет так вот возрастать с каждым выигранным раундом. Команда Зеро-зеро Nation. У нас Аркада на монстр. Есть энтри. Правда, моментальный размен атака. Он за колонной. Пытается закрыться смоком. Но, по идее, это пока что получается. Нужна Хеллпам на Думао. Но так, да, дает минус. Разменяли его и правил. Ого. Хеллпам рассыпалась. Остался только один Думао. За плентом он так запрыгнул. Нагло-нагло играет Думао. Его вообще не знали здесь. И теперь 2 в 2. Девятка работает. Лато отстреливает бомбу. И остается последний DJT в этой ситуации. Снова вроде классно вышли, а бомбы нет. А раунда нет. Борьбы не присутствует. Да. 3-0. Сколько там на руках сейчас? По 3200, по 2900. Поэтому еще один экономический раунд придется отыгрывать. Что тут поделать? Можно чуть-чуть подфорсить. Там больше кранат взять. Может быть, когда бомбу еще поставить. Ну, давайте посмотрим. Дигл, Тэг, Пэшка. У нас пока 2 флешки Молик. Макс взял даже армор к Пэшечке первой. DJT также с армором. И также, да, Пэшку докупил. Ну, с боком NQZ. Уже начинает экономить. Возможно, хочет АВИК взять. Но сейчас посмотрим, что он дальше на оружии будет делать команда на Найзи. В этом раунде вряд ли что-то хорошее получится. Хотя будут пробовать. Рай! Уже делает энтрис АВП. Его прикрывает латом. Пока тут все уверенно на этом поджиме. Для 0-0 Nation. Трай! Еще минус 2. Но с копом смог. Сьюспа, пожалуйста. Ну, давайте эйс. Этого молодого человека. Нет, лата забрал эйс. Да ладно. Я уже думал, это трай так повесил. Классно. Ну, и так было неплохо. Минус 4. Все спокойно. 4-0. 0-0 Nation. Уверенно стартует на карте оверпасс. Второй оружейный раунд для Найнзи. Ну, в этот раз тут Найнзи не стали халдить. Ползать на своих пистолетах. Вывалились и отправились уже в следующий раунд. 4-0. Второй закуп. АВИК в атаке. Много гранат. Но его сейчас нужно показывать. С чем вы приехали в Швецию? Зачем вы вообще напикали карту оверпасса? Насколько у вас готова атака? В первую очередь, потому что здесь нужно набирать, ну, как минимум, 5 в атаке. Да, тут, конечно, как всегда, это проблемка. Особенно, если ты не берешь пистолетку там. И эти следующие раунды тебе, они бывают потяжелее. Но сейчас посмотрим. Может быть, тут есть вообще хороший план на игру. Там хорошие раунды. Пусть первая оружейка пошла не так. Но теперь есть АВИК и, возможно, NQZ будет как-то сейчас решать. Но ждал длину АВП. Длину пока никто не поджимает. Мы видим, там на дереве отыгрывает у нас номер 3. Это колдзером. Трое под монстром. Еще двое на подходе. Ну и какой-то вот раскидка, раскидка, выход через монстр. Готовятся здесь команды на NZ. Да, смотрим уже, что здесь на точке B. Здесь така, которому уже полетел Молотов. Ну, вот Хелпата вся на коннекторе находится. В точке 1 така. В девятке тиммейта... Не будет в девятке тиммейта. Может сейчас прибежит Трай, но он уже опаздывает. Да, Трай побежал. Ну, смотрим. Ему уже прилетел смок в 9. Он должен прибежать через холдпу. Така горит. Так он! Вывалился вроде бы даже было пару человек боком, но не попал. Трай все-таки дает свой минус на размене. Ну, одного-то опорника прошли. Нужно ставить бомбу. Так, ну посмотрим. Тут поджим с коннектором, может быть, еще как-то зарешает. Тут флешка для Зига. Правда, в своем уже... Ничего страшного. Фраг сделан. Правда. Все, на NZ сделали этот фраг. До свидания. Хорошая флешка, братан. Ой, ну или... Я так и не понял. Или первый игрок, который накидывал, не понял, как ее бросать. Или что попросил тиммейт. Либо первый, кто выходил, там как-то не увернулся. А если бы все-таки флеш была не в глаза тиммейта, то как раз все по-другому бы произошло в этом раунде. Вот так вот со второго оружейного раунда на NZ берут свой первый раунд. В атаке на карте оверпасс. Но здесь вот, честно, явная ошибка от Zero Zero Nation. Ну, там и Таку сидел один, как бы, на базе B. Ему просто дали молотов сбоку плента. И все, у него нет вариков. Он вышел, умер. Ну и хелпа, как мы видим, тоже оказалась далеко не самая результативная. Ладно так. Дальше трай дает размин. Ситуация там 4 в 4. У тебя двое на коннекторе. Можно вроде врываться в шорт. И вот пошел этот врыв в шорт. Вот эта флешка. Ну вот она уже была. Забегает слепой прямо на прицел. А должно было быть все наоборот. Ну, как-то все. Печально произошло. Ну и, знаете, если так все будет продолжаться, если где-то местами будет ошибаться, Zero Zero Nation, мы реально можем получить какой-то хороший матч. У нас еще один ружейный раунд. Я чуть-чуть позже напомню, вот кто не смотрел результаты сегодняшнего дня. Да, сегодня стартует, сегодня первый игровой день вот в американских квалификациях. Матч в Европе стартанули вчера. И, конечно же, продолжается сегодня. Ну а пока что Трайви, и Савика, и Стэка делают киллы. Да, потеряли здесь лату в Zero Zero Nation. Но это все равно 4 в 3. Все круто. Как бы инфу получили. И смотрим за 9Z. У них есть минута 20 секунд. Бомба в респауне. По всей карте растянута тройка игроков. Один там играет в коннекторе. Один на длине, один перед монстром. Ну и ждут какую-то агрессию от защиты. Вообще, по логике защиты, не обязательно идти сейчас вперед. Мы это все понимаем. Вот тоже важный раунд для Zero Zero Nation. Тут уже от большинства можно пробовать сыграть. И вот сейчас куда-то лезть там, поджимать. Да, если ты делаешь минус, все это 4 в 2. Ты, скорее всего, там уже выиграл этот раунд. Но там совершаешь ошибку 3 в 3. Наверное, не стоит там и монстр поджимать. Хотя он в длину все-таки потихонечку так и пошел. Но он так, чисто через курилку, так поближе к коннектору перестроился. Ну и вроде бы ждут сейчас выход на Бплэн Zero Zero Nation. Ну да, здесь уже два опорника. Плюс холпа в девятке. Трай уже сделал дабл. Может быть, сделает еще и трипл. А там и квадро, а там и эйс. Почему бы нет? Позиция хорошая. Дым в девятку на инзи не пробрасывают. Выходят, как мы видим, на контакт шарта. Отличная точка колд-зеро. Успеет ли среагировать? Видит спину. Инфа пошла. 19 секунд до конца этого раунда. Вот он трай. Где дым в девятку? Они не дали. Не дали дым в девятку. Так, ну что ставят бомбу? Минус колонна. Ой-ой-ой, минус Дэвид. И остается Ди Джи Ти, который вообще ждет кого-то из коннектор. Там никого нет. Уже к нему там пришел колд-зеро. Он занимает ЗИК. Проверяется монстр. Все, там начинает диффузиться бомба. И это легкий пятый раунд для Така и его команды. 5-1. Zero Zero Nation. Ну и справились после ошибки. Да, будет один какой-то сейв. Эмочка. Кулачки. Колд на фокусе. Всегда важно хорошо стартануть все-таки в Швейцарке. Да, можно потом закомбетчить. Но лучше так спокойненько. Первый Best of One. Второй Best of One. Потом BO3. И ты уже прошел. А это самый короткий, самый результативный путь. Лутаешь стикера. Кайфуешь на родной земле. В Рио на Мажоре. Живая публика будет как раз не только в плей-оффе, но еще и в стадии групп. Так что здесь, конечно же, Zero Zero Nation на хайпе. Что касается Найнзи, ребята пытаются все-таки навязать борьбу. Первый раунд они выиграли классный. Но тогда на базе B. И опорников было поменьше. И хелпа не совсем удачная. Ну, вот уже в следующем эпизоде исправили. Zero Zero Nation. Сейчас раунд за два. В атаке. Простой момент с подсадкой. Увидели. Да, не успели. Хотя нет, ХАЕшка. Туда она. На крышу залетела ХАЕшка. Просрел, правда, по DJ Team. У него 10 хп. Ай-яй-яй. 8 хп. Выживает. Все нормально. Хилимся. Живем. Ну что же. Давайте посмотрим вообще пока на экономику. Пока перестраивается атака. Ну, там есть 4 500 у Трая. В принципе, у остальных, конечно, ну, да, даже меньше полутора. Там, раздумал, по 1550. Ну, атаки гораздо пока что покруче ситуация с экономикой. Там и 2 950, 4 150. Я ее ВП купили в этом раунде. А если берут этот, то вообще все станет очень шикарно даже. Можно биться. Замечает Трай вражеского снайпера. DJT тут пытается тоже проверить плент. И как-то хочет выключить Трая. Но пока что Трай уже вырубает Макса. Идет проход по банану. Лата не палит. Ой, спалился. Ох, ой, как ужасно все у него получилось. Пошли неудачные размены. Трай не забирает красного. И ситуация 3 в 3. Да, там 8 и 8 хп будет, DJT. Трай, трай, трай. Не дожал. Ну как же так. Так вот, тем не менее, дал минус 2 в 2. Вот столько раз на ошибали. 0, 0 Nation. И все равно 2 в 2 ситуация. Да, фейлы случились здесь на пленте А. Ну и теперь посмотрим, если DJT сейчас забирает лонг. А он забирает лонг, то, скорее всего, раунд тащится. Хотя, это так и на опыте. Все-таки, если вырубает кабину, может быть, еще поиграет. Но все, теперь слышит тако. Кабину зато не чекает. Ну не успел перевестись. NQZ делает минус. И, пожалуйста, второй раунд. Вообще на ровном месте себе забирают. Ну не достреляли. Просто не достреляли. 0, 0 Nation. Казалось, ну уже ладно, первый умер. Но АВИК точно разменяется. Ну с теком он точно хотя бы одну пулю попадет. По 8-хиповому. Но и этого не произошло. Ну окей, 2 шальных есть. Нужно набирать больше. А кто там лата, да, в уголке стоял на поджиге? Просто зажимает из МКИ все мимо. Это как из ГЛАКа тогда был момент. Так флешку получил, не стал зажимать. Потом начал флеш проходить. Начал стрелять. Не добил потом красного. Просто кошмар, друзья. Не забывайте заходить на кавер для Джи. Много интересной статистики из мира Counter-Strike находится на этом портале. Ну и последние деньги у нас на данный момент для 0, 0 Nation. Все-таки они решили сыграть с двумя МПшками. Скаутом. Памбасом на АВП. Поджим на Монстре. И равные размены. В итоге 3 в 3. Но не вышли. Никуда на ключевые позиции на НЗ. Пользуются этим пространством Трай. Мы видим, уже поджал Монстр. Под его прикрытием двигается вперед Думау. Думау формилка. И добивает. О, еще и бомба. Ну просто джекпот. Что ты выкидываешь? Бери калаш. Калашик, калашик. Все красиво. АВП, правда, отступил немного назад. Трай пошел чекать шорт. Он что, не сказал, что здесь бомба была? Так тиммейт уже стоял бы с АВиком за спиной. Но почему-то решили, что Думау тут сам должен... Вообще странное решение. Ну вон АВик. Ну просто сделай. Там 2 метра пройди. Прикрой. Думау. Ладно. Он соло закрывает. Понятно. Раз такой думал. НКЮЗИ, что ты делаешь? Ноу-зум прострел сквозь забор в голову. В блайнде. Жесть. Ну только еще посмотрел, потом на киллфит. Ага, хорошо. Нормально. Такой рабочий, рабочий минус. Постоянно такие делаю. Каждый вечер так на оверпассе попадаю. Ну что же, еще 2. Это крутейший клатч для НКЮЗИ. Это минус экономика для Zero Zero Nation. Это 3-4 раунд для атаки. Если снайпер сейчас после этого минуса соберется и даст еще 2 кила. Шансы есть всегда. 23 секунды. Трай тоже с АВП на базе Б. Ну и соответственно у нас небольшая снайперская дуэль образовывается. Трай, правда, с пистолетом. Трай тогда больше тут на инфу сейчас пытается. Ну и инфа. Он вышел. Не пропустить. Пистолетчики. 6-5 секунд. НКЮЗИ. 5-4. Успел, успел. Хаешки нет. Ты даже не сказал, бомбхазбинплэнтер. Настолько близко было окончание этого раунда. И сказал, ну, все контролировал, но почему-то с девятки не ожидал. Ну как же было близко. Ну, очень близко. Ну, найс трай. Ну, улыбается так и понимает, что все хорошо. Дефьюз без китов. АВП сейвится. Ну, пока действительно самый такой близкий матч у нас за всем, который мы сегодня наблюдали с Таффой. Да я вот никак результата не могу-то всем напомнить. Там будет еще один оружейный раунд, потому что атака ставила бомбу. В общем-то, да, Фурия 16-2 обыграла Инфинити. 16-2 мы с вами видели на этом канале Империал, обыграли Исурус. После этого мы видели, как Ноун все-таки там хоть 7 раундов взяли против команды ЕГЭ. Хотя могло быть тоже 16-1, 16-2. Ну и вот Пейн параллельно на Нюке 16-13 сыграли против Артик. Вот такой был, наверное, самый напряженный матч. Но мы с вами его не могли видеть никак, потому что видели матч ЕГЭ. Ну и вот уже третий тур. И пошла интрига. 0-0 Nation против 9Z. Потом еще четвертый тур и пауза в час. Вот такой план. Но пятый тур еще неизвестен. Даже не тур, это такой заход, можно говорить. Да, это у нас круг. Да, это все, этот первый тур пока что идет. И следующий матч будет... Первый тур. Первый тур, да, также. Ну вот уже после него как раз уже тамут кто с кем будет играть. И мы там уже посмотрим, что будет во втором. Раунд 2. Тем временем у нас уже завершается тайм-аут. Вот пытаются тут хитрить 0-0 Nation. Обычно такие приемы где-то на раунде с одной МКой. Проворачиваются. Диджитти, кстати, слышал эту подсадку. Ну и смотрим, какая реакция. Вот сейчас понимали, что трое стояли на подсадке. Да никакой они на базе втроем. Ну да, как-то остается там Дэвид контролить там поджим с длины. Ребята подходит под монстр. Ну, Диджитти ждет еще одну подсадку. Вы, кстати, его заметили, там чуть не забрали только что. Ну и все, он тоже уходит на монстр. Окей. Информация была. Решили идти просто на Б. Подставляется так уж, что за бесплатно умергает. Да, решил проверить монстра. Там уже просто идет весь выход, а ВП прикрывает. И тут надо, конечно, сейчас очень аккуратно сыграть колду. Вместе с Думао очень важный прием. Потому что все-таки экономика все равно посыпется. И это будет действительно уже более-менее равная игра. Бомба стоит. Ну и на инзи теперь, конечно, надо такое брать. 5-4. Они в большинстве, они на пленте. Все, ждут ретейк. Никто не подставляется под трое. Там надо как-то, чтобы кто-то помог. А граната, кроме одного смока, больше и нету здесь. Ну вот вылетает Думао. Да, накидывает как раз этот смог в зиг. Ну и все, и надо как-то идти на ряду. А киты у кого? Киты у Латты и Колда. Все, Макс. Все-все-все, сейв, друзья. Тут обмена, хотя... Не-не, до конца, до конца гейминг. Думао душит, душит еще одного. Не перестреливает. Ну теперь уже можно уходить. Колдзера не успевал ливнуть. Вот такой мой отчаянный ретейк, конечно, был. Ну вообще, наверное, было бы самое хладнокровное решение. Это вообще просто уйти вчетвером. У нас засейвить себе пушки. Уже отдать этот раунд. Ну это же бразильцы. Ну да, как-то не остановились, парни. Надо было действовать хладнокровно. Теперь шанс появляется серьезный у ННЗ. В атаке, в атаке каждый раунд на вес золота. Счет 6-3, друзья. То есть, в принципе, даже побороться за половину еще можно. Ну как минимум за пять раундов. Так да, сейчас получают четвертый. Там экономически в Zero Zero Nation. Если не нафейлить, сыграть там на размен хотя бы как-то... Хоть как, хоть четырьмя потерями выиграть раунд. То, может быть, действительно все получится. И четвертый. А если там еще где-то оружейка зайдет. То действительно можно и на 6-6 потом уже выйти. Ну и пытаться биться за победу в этой первой половине. За атаку. Диджит и первый минус. Правда, так ему ставят с первой с дегла. В зиге. И уже более-менее... Понятная ситуация для Zero Zero Nation. Ну там, по-моему, пушку унесли все-таки с зигой. Сейчас проверим. Нет, не унесли. Так трай. Давай, 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 трай. Есть, все. Забрал девайс. Макс это, по идее, сейчас замечает. Должен дать инфу тиммейтам. Слышит, как вроде бы ушли. Может быть, это маневр? Нет, они действительно ушли. Просто натопали. Куча информации для 9Z. Что тут... Вот прямо сейчас надо выходить. Они это делают. Дэвид идет на шифтах. Вот тут только лишь Тако. Он, кстати, не увидел монстра. Очень обидный для него момент. Чекает подсадку с воды. Но здесь уже вышли. Здесь уже в упор подошло. Два оппонента. Ну и, соответственно, это будет бомба. Думао может сейвить. Итог предсказуем. Этого раунда. 0-0 Nation зацепиться за пистолеточку. Ну, за такой форс без арморов не смогли. Что-то они как-то вообще-то... Не очень уверенно тут пока себя чувствует защита. Ну, не империал. Ну, как-то... Да, да и соперник там все-таки сразу же там начал брать раунды. Ну, посмотрим. Интересно становится у нас в этом матче. Ну, и надеемся, что так вот будет биться. И не одна команда, да. И вторая немножечко побьется. И до конца. И может быть хороший. Классный матч. Получим. Best of one. На допах, друзья. Может такое случиться, что будут. Счета 15-15. В таких матчапах даже в первом дне, даже в первом туре все это реально. Четвертый раунд для команды на НЗ. Сейвится коллаж. Есть СЗшка для Лато. Денег там, конечно, 2 900 закупа вновь не будет оптимального. Но куда деваться. Придется отталкиваться от тех ресурсов, которые есть сейчас. Так, ну, давайте смотреть за продолжением. Пока что повторчики киллов предыдущего раунда. Все, пошла моралька. Давайте, пацаны, давайте этих чемпионов мейджора сейчас быстренько переиграем. Там вообще так, а колд, все. Пора на пенсию, говорят на НЗ. Подсадка в 9 против Арса. Ну, ладно. Решили просто очень медленный раунд сыграть, судя по всему, на НЗ. И, соответственно, можно вот... Можно и попробовать, да. 20 на респе постоять. Потом аккуратно выходить на свою половину карты. Втроем на фонтан. Оставили Диджей Ти чекать спину. Кстати, вот этот чек спины может и отъехать. Думао мы видим под другим углом. Чуть-чуть разминулись они. Диджей Ти. Ну, на топ-пол убежал. Думао дальше не пойдет. Так, ну что же, пошла перетяжка. Вот под точку. А пока... Да, уходит с монстра игрок. Это все. Это будет проход по банану. Плюс там игрок на длине. Плюс, возможно, вот в коннектор в спину там Диджей Ти не пойдет. Сейчас Макс проверяет коннектор. Ну, уходит и проверяет. Ошибается. Диджей Ти теперь уже с командой играть. Падает Дэвик на длине. Что? О-о-о! Минус бомба. Привет от чемпионов мейджора. И в итоге НКЗ сам. Но уже против двух игроков. Но шансы есть. Шансы есть. Бомба подбирается. Двигается максимально уверенно по длине колдзера. Сиди спиной. Опа! До свидания. Тако один на один. Ну, так вот только Юстик без армора. Сейчас какой-то девайс там подберет на коннекторе. Он боится. У-у-у. Ну все. Так граунд не выиграть. Там пачка девайсов. А тут вообще НКЗ что, в 9 решил пойти? Он думает, что хелпа. Что? Завис КС? Я не знаю. Все всех боятся. Тако боится НКЗ. НКЗ боится Тако. В итоге все-таки дает смок. Да, в этом смоке ставит бомбу. Оп. Все. Отлагало-залагало. Так. Тако. Он там залагал, походу, в дверях. Походу Тако завис, да, ребят. Оп, отвис. А, ну все, это... Все, переигрываем. Переигрываем. Все понятно. Мы где-то это видели уже, да? Вот. На каком-то предыдущем чемпионате. Правда, это было не в Швеции, но... А, стим, как бы, он един. Вроде же пофиксили, не? Ну, это да. Минус Тако. Все, сейчас пауза техническая. Очередные какие-то скандалы будут вообще. Ужасная ситуация. Да, может, Астрим залагал. Или Апсервер. Атака что стоял? Ну, Апсервер залагал. Чилил тогда. Да так он там даже дверь не открыл. Потому что, походу, подвисал. Или что это? Или нет? Худ залагал, да? Это все, это технические... Это АЕСЛ залагал. Не так он. Не, ну, вроде так игра продолжается, да? Ну, да, да, имею в виду, у игроков все нормально. А вот для просмотра что-то пошло не так. Ладно, ну, как такой раунд все-таки отдается? Ну, конечно, NQZ красавчик. Со второй попытки затащил. Кладчик. Младчага. Собран. Да, видно, что немного волнуется. Но... 6-5, друзья, 6-5. Ты сейчас не будешь волноваться. Ты сейчас будешь радоваться. Еще таких пару кладчик потащить. Будешь разваливать уже, но уверенно такие кладчики. Да. А так, прикинь, какой приятный для NNZ будет стартап. Играть вот там Колда. Вместе с Такой в стартовой игре. Потом давайте нам колы на следующем матче. И... А все возможно. Все возможно. Там обойты уже на мажоре. Ну, вот теперь надо как-то развивать свой успех. Раз атака получается, вот очень аккуратно. Главное, не спешить там побеждать. Думать все варианты. Но мы видим, что там уже entry. Здесь как-то даже не были готовы к поджиму. Пока там отвлекаются на площадку. Пришел думал. Выбил бомбу. И почти раунд завершен. Ну, Диджити. Окей. Одного отыграл. Но 2 в 4. Минута 20 секунд. И... И все становится очень просто. Для Zero Zero Nation. Но опять же, как бы уже пятерка есть у атаки. И в теории еще могут что-то выиграть. Я думаю, какой-нибудь 9-6 нас ожидает счет. Может быть даже пропрутся на NZ. И 7 наберут в атаке. Почему бы нет? Ну, уже борьба. Уже как бы здесь разгрома не будет. Набирает обороты американский РМРчик. Так, он на контроле. Тут тень. Тут тень просто на час раньше выходит. JD, конечно, там стрейфился. Но какой толк в этой позиции не качнешь плечиком. Два коктейля. NQZ. Ну, такой клач уже, конечно, не вытащить. Ну, что ж. Через коннектор идет. Куда? Или вообще там будет оставаться уже сейвить до конца. Сейчас увидим. Денег у тиммейтов тоже немного. Там уже тысяча. Ну, 300 диджити. Ладно. Ну, что, нашли снайпера. Сейчас будут выигрывать. Охот навик объявлено. Открывается дверь. Убегает он под B-Plant. А и убежит в итоге. Защита вся уже расположилась вокруг плента. Ну, вокруг бомбы, извините. И... Семь-шесть. Все, раунд заканчивается. Тиш. Да, гладь. Семерочка для Zero Zero Nation. Так, ну что, NQZ даст дроп. Диджити купит сам, допустим, этот три девайса. Но там все равно не хватает. Там надо либо формилки докупать. Ну, можно под раскидку выскочить на B. Кого-то убить, забрать девайсы. Вот тебе и нормальный закуп. Ну, все-таки, да. Если тут хороший шанс, три девайса, там, гранаты, теки, выход B может и пройти. Почему бы не попробовать такой вариант в Best of Fun, особенно если сейчас зайдет. Да, парни так тоже думают. Из-за NZ, МАК-10, Галильчик для Макса. Ну, и два калаша плюс авик. И два полных набора раскидки плюс волик в руках Буды. Занимает, мы видим, коннектор. Здесь, правда, никого нет. Снова эту подсадку пытается делать Zero Zero Nation. Очень они хотят с нее все-таки кого-то убить. Ой, это уже префайр был. Ладно, он по таймингу стрелял, а в итоге шуганул вообще. Все игроков на NZ, типа, что у нас... Как нас там контролят вообще? Откуда? Так, ну что ж, неплохо. Пол КП выбили из Макса. Пока неплохое начало для Zero Zero Nation по КП. Но, с другой стороны, подсадка в очередной раз не работает. И нужно перестраиваться сейчас в обороне. Но атака, мы видим, что, судя по всему, идет на А-плэн. Под Б, по сути, никто не остается. Ну, разве что через коннектор развернуться. Без длины, то есть что-то? Пять дуга сейчас будет раунд? Да, сейчас, по-моему, пошел проверять. Диджей Ти без флешки. Он просто поджимчик. Сам не пошел. На душевых Дэвид, может, вот он выйдет. Нужен какой-то сплит. АВИК идет распечатывать первый. Но сейчас ствол будет торчать у него здесь. Да, сложно будет, конечно, эту позицию Трая вычислить сейчас. Не дойдет дело в итоге до АВП. Вот он, размен. Но по Траю до сих пор нет информации. Трай слышит. Ой, он топает. Очень жестко топает. Не знали, не знали, где Трай. Штрафовал Трай. Здесь NQZ. Правда, Макс очень так же подловил таком. Два большинства защита. Два в один после размена. И все, уже никуда тут не пойдет. Макс. Бомба там на точке. Поэтому, да, лучше обновить себе девайс. Берет калашик. И на этом все. Восьмой раунд для 0-0 Nation. Уже минимальная победка у них есть в этой первой половине. Но для них будет уже победа сыграть на 10-5. Ну, рабочая ситуация. Сейчас минус экономика для NNZ. 10-5. И защиту, и атаку такой счет устраивает. С пяти, конечно, можно и камбэкнуть. Но непонятно, насколько сильна защита у NNZ. И атака-то у 0-0 Nation должна быть. В принципе, в Best of 1 мы уже видим тут какие-то подсадки. Мутят, крутиют, пытаются что-то выдумывать. Коэффициенты, тем временем, у нас появились на экране. GGBet дает 1.43 на 0-0 Nation. 2.74 на NNZ. Они особо не меняются по ходу первой половины. Все еще немного впереди по кэфам 0-0 Nation. Напоминаем также про баннер в описании. Кликайте и участвуйте в турнире ставок от GGBet. Ну, приблизительно, да, такой же, который был после счета 2-0. Но, как бы, тут все-таки подозревают еще все, что в теории на NNZ могут и попытаться побороться там уже во второй половине. Все-таки пяти раундов иногда хватает. И даже против таких легендарных игроков там мы видим, что у снайпера там неплохо залетает NNZ. Он сейчас перейдет за защиту. Ну, просто нужен хороший буст, чтобы сразу АВИК сразу там как-то эти первые раунды выиграла команда. Может, сейчас с пистолетами прорвутся. Есть коллаж в руках Макса. Раунд похожий на предыдущий. Снова толпой побегут через дуру. Ну, трай. Ой-ой-ой! Не, ну, трай здесь вообще какой-то... Странно, он за блентом играет. Макс вообще двух уже забирает. Спина, думал, отвечает хорошо. Но длина, длина работает. Лато пошел дальше пикать. Не понимает, на NZ куда смотреть? То ли в спину, то ли длину принимать. Ну, растерялись, растерялись игроки атаки. Видишь, один коллаж был. Как раз он и сыграл, дал два минуса. Но остальные действительно были разобраны там уже со всех сторон. Спина зарешала в этой ситуации. Макс играет раунд один в три. У него 25 секунд. Ну, знаю, что он где-то здесь, где-то здесь. И все, погибло. Голд зеро. А тут не видно, да, Макс? Все нормально. Все под контролем. Команды Zero Zero Nation. Отлично сыграл люркер. Ну, и, конечно, игрок на длине тоже напрягал. Несмотря на то, что снайпера прошли довольно-таки легко. Но вот до бомбы не доиграли. Что там будет? Закуп. Ну, такой. На грани, на грани. Не все гранаты, но калаши-арморы будут. Ну, двух игроков по 3-4 стоят. Ну, они там накупили арморы, нет? Галилов, Армилов. Ну, QZ 5-4 стоят. АВП, не АВП, еще надо решить. Да рашим монстры. Зачем вы маве, когда вы рашите монстры? Ну, вот сейчас тайм-аут обсуждает все эти возможные варианты на НЗ. Хотя тоже пригодится там. Да, это он там в момент аркад. Ну, главное, чтобы он один не остался там в момент клача. Ловил така тоже под монстром. Тоже такое было. Ну, да. Зак, тренер команды на НЗ. Уже не первый состав. Под этими знаменами он тренирует. Передает опыт просто из поколения в поколение. Ну, и давайте глянем. Галилы. Галилы, Калаши. И АВП все-таки тоже будет. Так, так, так. АВП. Ну, Галилы, да, там по флешке докупили. Там есть, мол, сейчас в руках Максом. Ну, и давайте смотреть по карте. Молик от атаки в ЗИК. От защиты тоже успела стопнуть. Этот переход с монстра на воду. Еще один дым под дверку от атаки. Ждут поджимов на фонтан. Там через лонг поджимов пока что нет. И мы видим, что, скорее всего, в ближайшее время не будет. Очередная подсадка, которая ждет диджитином. Да, у нас в фонтанах. Ждет, да не ждет. Да, что-то как-то дефолтная подсадка сработали. Так они втроем там подсаживались. Не работало. А тут встали стандартно. И сделали энтри. Большие проблемы теперь у атаки. Гранат мы уже упоминали мало. Вот тратят еще один дым. Остается последний дым. Три флешки. Ну, не густо. Нужно... Что, эхо пошло? Да. Это фишка. Я не знаю. Я теперь сам себя слышу. Ну, вот я тоже. Такая жизнь. Что случилось? О, все. Спасибо, ребята. Так. Так, тут вообще невозможно комментировать, когда ты через пол секундочек ждешь. Есть там ролики такие на ютубе, можно посмотреть, как человек читает стихи. Когда слышит сам себя с отставанием, мозг выдает разные интересные штуки. Так, а тут пока что Лата решил сыграть в агрессию. Да, потому что все ситуации, когда ребята были закрыты в пленте, заканчивались как-то не очень хорошо для защиты. Ну, на этот раз вроде все окей. Трое в пленте. Все. Макс. Да ладно. До конца гейминг, но Трайв. Все-таки пикнул из банка. МКЮЗи остается последние 7-6 секунд. Нужно ставить, но его за пуш от Колтера. Ставит точку в половине. 10-5. Дамы, господа, итоговый счет. Ну, что ж, неплохо. Неплохо поиграла и одна, и другая команда. Все-таки вот казалось, что больше, да, Федор возьмет атака. Но все-таки остановили Zero Zero Nation все эти попытки. Ну, не без ошибок отыгрывали Zero Zero Nation. Если Imperial сегодня прям вообще смотрелись на две головы сильнее, чем и Surus, то здесь, ну, вот на КФ полтора сыграли Zero Zero Nation. Они вроде как сильнее, но тем не менее какие-то раунды все-таки у них можно забирать. Ну, итоговый счет 10-5 тому подтверждение. Посмотрим теперь на, возможно, потенциальный камбэк на НЗ. Вот такая вероятность, но она хотя бы есть. Когда там 13-2 счет, ты уже понимаешь, что это ГГ. 10-5 еще можно бороться. Да, но, опять же, желательно брать пистолет, этот старт, тащить, потому что отпустить чуть-чуть сейчас защиту будет означать то, что потом тебе нужно просто сумасшедшую серию раундов вырывать у соперников, ну, а там более опытные оппоненты. И, возможно, это зарешает. Так и есть, друзья, у нас пока пауза. Две-три минуты напоминаем про баннер в описании. Кликайте и переходите на сайт Донателла, чтобы помочь вооруженным силам Украины побыстрее победить Российскую Федерацию. Работаем вместе, друзья. Кликаем, донатим, распространяем информацию, скидываем ссылочку друзьям и ждем, конечно, второй половины. Пока что пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что же, Zero Zero Nation пока неплохо отыгрывают в защите, друзья, но, опять же, в теории есть шансы закомбэчить у их соперников 5 раундов за атаку. Это все-таки, ну как-то вот после отпуска это солидно, я считаю. Нормальный результат, с которого можно возвращаться, вот если бы наоборот была статистика, там 5 в атаке у Zero Zero Nation, мы бы почти не сомневались, что будет борьба, будет камбэк. Тут, конечно, вероятность не такая высокая, но процентов 30 на возвращение на НЗ, я думаю, у нас есть на карте. Да, ну и опять же нужен старт, либо форс, либо пистолет, и, конечно, серия раундов после этого. Хотя бы небольшая, опять же, вот 3-0, например, для НЗ, там выход на 10-8, появляется авик, тащится первая оружейка, и уже 10-10, у тебя экономика, ты в прекрасном настроении, то, что уже начинаешь тащить. Все, Дэвид пошел, первый минус, DGT второй в коннекторе, видит бомбу, третьего бы забрать, уйти, лучше уйти и выжить в этой ситуации, 43 хп. DGT до конца решил сражаться, забирает колда, и только сейчас есть первый размен, первый минус для Zero Zero Nation, и попытка доиграть раунд 2 в 4. Есть еще один красный игрок, это Макс у команды на НЗ, ну вот, что-то Zero Zero Nation, хотя нет, Макс идет, что не... Просто соло с двумя хп человек пушит. Да все пушат, все пушат, и там длина сейчас, возможно, пойдет вперед, давайте обратим внимание, за тем, что будет дальше, так, думал, опа, как хорошо тут заштрафовали Макса, ну вот теперь вообще, на самом-то деле, шансы появляются, так, атака, тут так, а надо, так, а надо, так, а надо делать минус, вообще без шансов, вот загоняет НКЗ, и думал, ну молодой-то может, молодой, опасный, задорный такой, думал. Ну, надо залететь в плент, как мы видим, там уже пошла перетяжка на базу B, понимают прекрасно на НЗ, что это сейчас будет происходить на окончании раунда. Мао перестрелял Дэвида, попытка поставить бомбу будет. Так, хотя бы бомбу давим, уже тиммейты сказали, уже все, дай поставь бомбу, молодой, тащить будешь потом, с девайсами в руках. НКЗ. Заканчивает раунд, ну и вот они, те самые шансы, та самая возможность камбэкнуть, о которой мы говорили, и которой будут пользоваться. На НЗ, дефьюз-бомбы, все спокойно и закрыто, без лишних эмоций, без криков, атмосфера мы видим максимально рабочая, концентрация предельная. Главное не слить форсу. Во втором раунде уже есть калаш, можно добрать какие-то галилы, какие-то гранаты. Так, что по кайфам там, а? Я уже 20 гривен приготовил на камбэк. На НЗ, да. Сейчас посмотрим. Кому отправлять? Ну это точно GGBet. А с каким коэффициентом? Это 2.74, я смотрю на данный момент. Ну почти 3. Не очень верят, не очень верят в камбэк. Может тут раунд, конечно, с калашом сейчас работает у команды 0-0 Nation. Есть галил, есть также пару диглов и девятый тег. Не самый типичный бай, в том плане, что все-таки частенько команды там 2 галила покупают, там 3 калаша как-то дропают друг к другу. Здесь акцент на гранаты. В первую очередь сюда раскидочка. За мазик коэффициенты. Так, я еще не отдал свои 2. Все, подожди, подожди, они еще у меня остаются. Просто идеально. Так, ну и как спасти теперь этот раунд? Ну вот так вот, минус на длине. Хорошо, теперь чекну, дать информацию. Там какая-то флешка, точнее дым на банане. Аккуратно стоит действовать. Просто плент решил отойти сейчас игрок. Ну и что у нас будет теперь за дефенс? Ситуация 1 плюс 2, NQZ или сейф. Такая... NQZ. Да не-не-не-не-не-не. Так, все, бомба у меня, парни, холпаните. Сразу же с первой латом. Его забирает, а кто прибежал, нас Будда. К нему залетает смок. Надо в кабину заходить сразу же. Да, он уже здесь. Надо в кабину прописывать. Это точно, Федор. Так, ну прописывает ума, у спина. Макс не убивает. Есть инфа, теперь просто не надо с ним даже воевать в этом раунде. Целых 30 секунд до конца. Бомба ставится. Макс пытается максимально сократить дистанцию. Но как же его тут байтят? Как же его тут разманцовывают? Ну, лучше сейв, Макс. Но Макс верит в себя, идет вперед, забирает одного. И что дальше, Макс? А там уже спина у самого Макса. Это Коулдзера. Марсел Давид, как всегда, хорош, как всегда, силен. Легчайший. Вот такой вот все-таки получился простой раунд. Давайте повторы. Хаешки на подсадку. Наказали на НЗ здесь. Ребята из Zero Zero Nation, причем очень люто. Что, без повторов, что ли? Зато у нас есть Impact Player. Коулдзера. Обошел спину. Здорово. Все повторчики на Мальте. Ну ладно, классный момент такой был. Да, 2-3 киллаза с гранат. Ну, как бы ничего там сверхъестественного. Такой тоже популярный момент от атаки. Пробросить хаешечки. Он просто редко работает, чтобы там прям двоих ты взрываешь. Еще и в таком важном раунде. Это было с двух хаешек, да? С трех, с трех. Да, там прям идеально подготовка к оппоненту была проведена. Наверное, Зак там себе волосы вырывает сейчас на голове. Как же под них тут подготовились. Так, ну и да, и поплыл этот старт, конечно же. Эх, парни, ну надо было удержать этот раунд. Взять седьмой, восьмой. Ну и потом уже второй закуп со счета 10-8. Абсолютно другой КС мог получиться. Да, да, да. Так вообще сразу минус моралика. Ну ладно, ответный форс. Все, собраться. 4А. План таков. На Токсике играет Будда. Здесь укрепляют, да, ребятам бананом. Очень агрессивно хотят его принимать. Ну, с другой стороны, там чуть ли не в шорт уже зашла атака. Но как-то чекнули, никого не заметили. Дали флешку. Никакого ответа не видят. Не прилетает сюда ни Молик, ни дым. А вот сейчас прилетел Молик. Так, хорошо. Перестроился там уже под монстр Тако. А все-таки выход на А планируется. Сейчас на самом деле и на НЗ читают действия своих соперников. Только если не ломануться. Ломанулись уже чуть раньше, чем нужно. Макс уже пострадал на банане. Здесь так вообще... Надо развернуться. Надо просто уйти. Ну, развернулись к Тако. Да, да, да. Там еще вперед пошел Колд. Ну, там сразу его там как с молотков деглы забили. Ну, заберу девайс. Это, наверное, Макс. Тако придет к ним. Тако, ты пойдешь дальше или нет? Пушить. Вперед Тако. Обходить. На халпе стоит. С другой стороны лата, да, еще удерживает. Ну, как удерживает. Посматривает. Там Калаш-то уже подобрали. Так Атако что? Не, не... Ну, вот пошел. Ну, долго, долго Тако. Ну, вот шифтом там идет, интересно. Вроде да. Думао. Ну, тут Скаут, кстати, его вычисляет. Не пошел дальше. Думао. Тако. Ищет приключения в банке. На планете Калаш. Дигл. На машине, но его тут не видно. О, спина была. Какую-то секунду. Мог подловить. Пока Дэвид чекал длину. Взрыв бомбы. Ну, окей. Забрали Калашик на Инди. На том спасибо. Так, Ремка там еще засейвлена. Три девайса засейвила так. Ого. Ну что ж. С другой стороны раунд выигран. Конечно, самое главное здесь. Так и что, на Инди сейчас докупиться нет возможности. Это будет раунд с одним Калашом. И потенциальный счет уже 13-6 по пользу 0-0 Nation. Так, Калаш. Извините, да, говорилось. В 0-0 Nation уже МКВМ Калаши оставались. Плюс докупились спокойно. И по деньгам там сколько еще? 3-600, 2-400. Ну, как бы, да, пока еще не идеальная экономика. И, в принципе, вот, если этот один Калашик сейчас еще чуть-чуть поработает, может быть, немножечко интрига вернется. Давайте смотреть, что тут вообще придумали. Игроки команды на Инди возвращаются. Подождите, весь такс еще стопать банан. На Б вновь остается у нас один игрок. Это Будда. Ну, и что-то, возможно, подобное, как и в предыдущем раунде, планирует команда на Инди. Ну, тут бы хотелось раунд выиграть. Так, постоять-то. Девайсы посои и повыбивать это одно. Но побороться за победу это уже другое. Макс тут слышит перетяжку вниз. А это фейковый уход. Колдзера возвращается назад. Оп. Он рисковал. Ну, Диггл мог его отпикать, но не было попадания в голову. Пока еще непонятно, да, там Колду сколько было игроков. Он здесь был один. Там либо за его спиной, как и в прошлом раунде, куча соперников. Так, длину чекнули. Возвращаются под банан. Точно так же Тако. Ведет ножку. Легко проходит вновь на эту точку. И все. Все, растягивает в очередной раз виду защиты. Правда, скаут его наказывает. Но тут девайс не подобрать. Вся атака пришла к мистер Атака. Теперь разворот в другую сторону, в другой плент. Ну, в общем, так вот. Через центр карты, через коннектор построена атака команды Zero Zero Nation. И пока она работает. Но ждем еще один оружейный. А там посмотрим. Если, конечно, и дальше все хорошо у Zero Zero Nation, тогда, конечно, никакой интриги и в третьем матче. Что у нас там? Кстати, параллельно, по-моему, еще хуже. Уже закончилось, наверное, параллельно. Там еще в первой половине был довольно ощутимый разгром. Здесь все-таки 10-5 еще с надеждой на камбэк. И даже взяли раунд на энзим. Но после этого роковые трихаешки в подсадку. И все. Ты прав. Там 15-4 в пользу команды комплексти против ATK. Ну и еще один тур, друзья. Следующий. Это Liquid против Team One. И Mibor против Аблана. Ну, Liquid сейчас на подъеме. Не знаю, какие там будут шансы у Team One. Team One. Посмотрели все демки. Изучили досконально Liquid. Да, и 100 тысяч фрагов в день набили. Да, да, да. Ну, там 6-2 снижение кеф. Где-то там. Да, пошло золото. И, конечно, шансов там немного дают ребятам из Team One. Ну, попробуют. А там посмотрим. Будет ли разгром очередной. Или все-таки будет более такой насыщенный. Ну, на НЗ еще попробуют. 13-6. Вот он, Заку. Вот оно. АВП. Сейвленный коллаж. Разпик Андера. И entry kill. Вот шансики появляются. Так, что ж, Gold пойдет в коннектор. Сейчас длину пойдут занимать, да, Трай. И, наверное, проверят все-таки душевые. Ну, тут интересно, как NQZ сыграет в паре со своим тиммейтом. Увидел. Дал инфу, Трай понимает, что его спалили. Просто отошли назад на НЗ. Макс что-то тоже топает. Лато слышит. Лато. Может стать ключевым игроком этого раунда. Да ладно. Ну, дал минус. Но, правда, NQZ тут все-таки был на месте. Будда забирает така. И пока что, ну, раунд превращается в уверенную ситуацию для ребят из команды D&Z. 4 в 2. ВП коллаж. Куча гранат, правда, есть у Zero Zero Nation. Но надо, чтобы Трай где-то сыграл. Все-таки Савика. Он сейчас нашел одного. И 2 в 3. Там уже будет чуточку, возможно, попроще. Но никто, судя по радару, даже близко подставляться здесь не будет. На эту снайперскую винтовку сидит Бу Даш там в пленте B. Ну и колл Zero. Просто чекает коннектор. Там тоже, как мы видим, никого. Но сели по плентам. Ситуация 4 в 2. Никакой паники, никакого экшена здесь создавать на НЗ смысла нет. 27 секунд. Попытка вскрыть все-таки B плент. Там Дэвид и Будда. Так, ну давайте что-то делать. Или все-таки все, ничего не будем делать, да? Скучно. Сейф. В этом раунде. Ну, что ж, докупить смогут ребятам. 4 800, 4 200. Пойдут дропы. Така 4 100, если что, купит сам. Но как бы это уже будут последние деньги здесь для Zero Zero Nation. Но и с другой стороны, удерживают экономику. Да, сейчас ребята из команды 9Z. Всего лишь одна потеря. Спокойный дроп для Макса. И продолжение борьбы в этом Best of One матче. Ну, 6 раундов пока что преимущество у команды Zero Zero Nation. Но с другой стороны, вот, в принципе, по сути, тут половина. Это оружейный, если брать серии. Но смогут ли парни вот так вот протащить сейчас, переиграть Голда и его команду. Пока это не точно. Пока вот есть ощущение уже, да, что Zero Zero Nation смог. Посмотрим NQZ 20 на 11. Снайперская винтовка очень мощная у 9Z. Возможно, удастся за его счет каждый раунд начинать с преимуществом для себя. Стак 4B, кстати, у 9Z. Очень они боялись какого-то быстрого выхода на эту позицию. Но Zero Zero Nation играют намного более аккуратно. Тако просто чекает воду. Остальные тут пытаются выйти на туалеты, на длину. В общем, стандартный контроль карты от бразильцев. Ну да, там уже почти весь коннектор прошел Думао. Выходит на воду. А тут еще и колд выходит из мачка. Забирает Макса. Ну вот теперь уже с эндрикелом от атаки продолжается игра на девайсах. И, конечно, тут уже сложная ситуация для команды 9Z. Что делают? Оставляют в зиге АВП. Ну вот в надежде на то, что снайпер сейчас отыграет. Да, он в хорошей форме. Неплохо попадает этот игрок. Мы уже отмечали его пару раз. Но единственная проблемка, что никого не оставили в снайпере. Во-первых, помощь. Ушли втроем сейчас там отбивать АПЛЕН. Проверяют длину. Накидывают флэш. Там чекают через банк. Выходят на точку. Ну а здесь уже прошла... Ну выход. Дым-девятка и выход. Да, прошли ребята через монстры. И сейчас АВК просто в спину могут пойти и задавить. Он услышал. Так, он не посмотрел налево. Но неважно, размен. АВП выхватывает Думао. Дым-девятка. АВК смотрит уже Хелпу. Триф-четыре. Возможно, не пойдут даже никуда на энзим. Что, попытаются все-таки? Думао. Да, Думао подсадка. Ну потом все-таки сделал хотя бы один в минус. Падай трай. Ну вот размен в минус постоянно для на энзи. Так, ну там красный колд. Ну давай, диджети. Пробовать надо. Так, а где колд? Колд на болоте, там на воде. Ну вот надо как-то с первым справиться. А с колдом, возможно, получится все очень быстро. Так, Лата такой тайминг хороший. Нет, никакого тайминга. Лата развернулся. И поставил хэдшот. Вот важный раунд берет, конечно же, сейчас атака. Причем не дают ничего засейвить. Ну 14-7. Последний шансик сейчас. Это закуп в ноль для команды на энзи. Мы видим, появляются две МПшки. АВИК, МК и еще одна МПшка. Много гранат, но это три формилки. Сейчас, возможно, стоит более активно сыграть с АВП. Поджать какой-нибудь фонтан, допустим. Зеро-зеро Нейшн играют просто Б. НКЗ, а тут АВИК, тут АВИК. Молотов не дает ему сыграть близко. Там будет подсадка или пойдут? Подсадка. Подсадка все-таки. Ой-ой-ой, сейчас посмотрим, кто кого тут переиграет на этих подсадках. По-моему, да, прочувствовали это. Держите молик, парни. Как вам там? Поджили. Сами молик накинули. Так, но все равно тут еще гранатку им закинули. Но лучше бы убежали, да, отлично. Сработала здесь оборона. Колдзеро остается 7 КП. Ну и пока тут тормозит явно атака. Тут еще и проверили эту воду. И поджал там длину уже потихонечку Макс с формилкой. Колдзеро слышит, что двое натопали, ушли. Ну, ушел на самом деле только один. Будда на токсике. Ванкьюзи вот здесь надо вырубать. Есть пробитие. Ну все, 3-5 с красным колдом. Подожди, сейчас вот падает Дэвид, падает снайпер. Это тоже может что-то случиться. Но нет, там Будда дает мелоненосный. Размен после минуса атаку. Ну и Трайо нужно брать вообще всю игру на себя сейчас. Либо действительно уходить на сейв. Что будет более, наверное, логично в такой ситуации. Вп и коллаж пригодятся еще ребятам в следующем раунде. По экономике пока все там не очень хорошо. 1700, 250. А тут они дают ничего засейвить. Ну, колд, конечно, попробует. Но это уже восьмой раунд для Найнзи. Ну и, наверное, девятый. Ну, если колл, конечно, с калашом там не развалит кабины. Теоретически можно закупиться в 0-0 Nation, если они захотят. Там 3000 у Трая, 1700, 2 Тако. Можно и что-то придумать. Но с таким преимуществом по счету легче там отдать 14-9 и закупиться на максимум уже через раунд. Так, так, так. Ну, давайте возвращайтесь в интригу. А то вновь сейчас пойду 20 гривен искать своих. Опять. А могли уже превратиться в 60 гривен. Да. А что по кайфам сейчас? Может, там по-прежнему троечка, никто не верит? Конечно, конечно. А уже там на Инди выиграют. Что там, троечка? Посмотрим, что там по кайфу у нас. А, нормально. 4,77. Да, тут вообще сейчас можно бустануть. 4,20. Спасибо, да. Обновленная информация. Спортивному букмекеру партнеру трансляции. Не забывайте про баннер в описании. Друзья, участвуйте в турнире ставок. Он на месте. Хорош, Дэвид. Пошел энтри в этом раунде. Слушай, так это сейчас интересный кайсик нас ожидает. Дальше, если не супер жестко фейлит на НЗ, главное выиграть этот. Не отдать там форс следующим. Ну и уже 14,10 выглядит как такой боевой счет для камбэка. Можно собраться попробовать в защите на оверпассе. И переиграть. Легенд, таких как Cold Zero и Тако. Я думаю, всегда приятно. Это когда взял один раунд, ты уже мечтаешь, как ты переигрываешь. Смотри, тут Будда вообще просто идеально играет на Токсике. Минус 4. Раунд без потерь. Плюс деньги. Еще как минимум один раунд будет у ННЗ. Даже если проиграют следующие. Кулачки. Давайте, парни, верить в себя. Тренер. Паузу берем или нормально? Не-не. Так только игра пошла. Какая пауза? Пусть таща. Не будем сбивать. Причем дальше экономический. Ну, опять же, 1900 луз бонус. Да, не так много денег вообще. Фул. Глоки без пэшек, без гранат. Ну, такое, я не знаю. Нужно постараться, чтобы такое отдать. Ой, не долетела хаешка до дефолта. Кстати, здесь могла она довольно много внести дэмэджа. Ждали пока, что пока догорит коктейль молотого Zero Zero Nation. Ну и тут пошел Будда. Тако. Что, резать его сейчас будет? Должен проверять Будда поединка. Да, вот уже. Ладно. Уже проверил. Тако. Тако. Ну, надо резать таких. Принес пушку. Надо резать. Ай, ну боком стал и не убил. Не убил. Просто двойной провал атаку. Так что сегодня Глоки в спину как-то да, не очень хорошо убивает. Он уже летает на помощь. Так, хорошо. Видит вправо. Нормально. Видит еще одного. Дамажит и красная. Пошел, пошел, пошел. У-ху-ху. Жестко. Вообще. Не боятся. Уничтожают. Летят вперед. Все хорошо. Эх. Наверное, если бы не боком стоял, то так и бы попытался зарезать. Но так что ни туда, ни сюда. Изглака не добил. Утимейты уже пошли в аркаду по инфе красный. Ну и мы видим, чему это привело. Просто уже все на инзи сюда прибежали. Разваливать. 14-10. Ну что на инзи? Самый важный раунд сейчас для них. Ну что? Один оружейный 14 там. 12. Ну или этот оружейный вы сейчас проигрываете. 15-10 и 5 матчпоинтов. Zero Nation. Нет, нет. Никаких матчпоинтов. Собраться и тащить. Хотя бы еще пару раундов. Так, чтобы нам всем веселее было. Подсадочка. Работает шикарно сыграна. Подсадка в зиге. Минус лад и entry kill для на инзи. Да, тут многие команды не так много работы делают за защиту. Ой, за атаку. Но защиту там подсадка, тут подсадка. И какие-то фишки появляются. Слушай, еще один минус для джи-ки. Сейчас бы три хаешки сюда, подумал Кулдера. Но трех хаешек не будет. Остается вдвоем дума утраем. 2 в 5. Есть, конечно, первый размен. Но тут еще хотя бы одного нужно где-то найти. Так. Проблемка. Тут вопрос. Как вообще бомбу надо ставить? Как-то до плента добраться? Чтоб чуть-чуть денег больше было. Ну, либо уже сейвить сразу. 50 секунд сейвить не хочется. Ну, никто не подставляется. Сидят. Просто чекаю свою половину карты. На детской никого. На столах никого. Есть дым флешка. Можно дать дым в 9. Попытаться что-то придумать. Ну, бегут. 28 секунд. Удак. Получает по голове. Так. Трайфул овы. Думал, тем не менее, идет первым номером. На топол слышит зиг. Трайфул. Че-то с гранаткой-то в руках выходил на этот момент. Обидно, конечно. Для него. Но зато более интересно смотреть за каточкой. Это камбэк. Так-так-так. Что с деньгами? Бомбы не было. Понятно, денег там не так уж и много. Уже дальше там уже пойдет лютый луз бонуса. Команда Zero Zero Nation уже совсем скоро. И там уже ставишь бомбы в каждом будет оружейный раунд. Вот в чем проблемка для 9Z. Дальнейшая. Но с другой стороны, что он вцепился в мышки. Всего лишь одна карта. Собраться. Тащить. Аркада монстр от Zero Zero Nation. Смотрим. Будда уже дает эндри. Эх, ну тут отчаянный такой врыв. Да ладно! 2 в 5 что ли тащит лата сейчас вместе с... Думау. Бомба. Не устанавливается Думау. Что-то тут крутит-вертит. Берет галашка. Ешка уже минус половина хп у него. Как раз да, под девятку там на воде дали дэмэджу. Ребята из 9Z. Монстр отлично сыгран на макс. Собирает Думау. Лата уже начинает рисковать. Но в спину уже пришел. TGT. Диффузится бомба. Ну и это очередной раунд для 9Z. Ну справились, справились с аркадой 5B. Такой, конечно, был выход. На удачу. Потеряли сразу сходу просто двоих-троих. Но размен был. Бомба была. Zero Zero Nation покажет нам сейчас хороший закуп. Я так понимаю, тактический тайм-аут был прописан на сервере. Да, второй-второй тайм-аут. И уже есть. Как-то становится не так весело. Ребята, мы с Zero Zero Nation. Я думаю, они сейчас прекрасно понимают, что не используешь ты сейчас вот ближайшие раунды, то соперник тебя уже может и не отпустить. Мы видим, по деньгам там вообще все круто. Еще один оружейный раунд точно будет у команды на 9Z, если они отдают 15-й. Ну и теперь главное, что... Вот есть ли у них еще какие-то варианты с поджимами? Вот моменты, где они найти могут entry kill, либо наоборот какой-то душный сейчас раунд. Просто закрыться по точкам. Либо какая-то агрессия сейчас на фонтане. Какая-то более дефолтный вариант. Там все-таки снайпер очень хорошо попадает. Реально стоит присмотреться к этому игроку под ником NQZ. Ну, если затащит, тогда да. Ну, а если проиграет... Вот уже такое. Непонятно, куда еще идти. Попадает, там, двигается неплохо, там, перемещается по карте, там, уверенно действует. Мы помним, как он там на монстре еще раздавал клатчи, тащил. Один клатч, ну, там, почти взял. Второй взял, поэтому... Да и в топе по статистике пока 22-12. Выглядит хорошо. Последим, конечно, за ним в рамках всего РМРа. Пока только первая карта, которая получается. Впереди еще минимум три карты у него. Бест оф 1 и Бест оф 3. Может быть, даже больше. Под флэш выход втроем на длину от Zero Zero Nation приходит. Потом к ним Тако. Ушел он с монстра, но, видимо, будет люркерить. Да, мы его там уже прописали. 44 хп осталось у Тако. Проверяется курилка пока что. Атака Zero Zero Nation в коннектор. Проверил уже до конца Думао. И что, три длина, два банана там вперед прямо сейчас? Либо какой-то фейк? Ну, без фейков, да. Никого не остается под Б. Гранат, кстати, всего лишь два смока, поэтому тут, да, чтобы не подергаешься. Есть молотов еще там, не знаю, на кабину, либо куда ее там, куда его накинет рай. Бан Джей Ти тут так стоит, конечно. Ну вот только мы его обсуждали. Вот и первый минус, важнейший фраг по люркеру. Остается только Думао теперь на дуге. Джей Ти за плентом. Так, пропускает. Пропускает Диджей Ти! Там же тиммейтов сейчас убьют. Да нормально, минус три делает. Заканчиваются патроны. В итоге один на один для Думао. Так, там Трай Колд Зеру щелкнул. Бывает и такое. Один в один. Выход на пятнадцатый. Или же продолжение камбэка. Натопал. Перенервничал буду. Нормально! На стрельбу взял! О, да езжешь! Тащится раундецкий! На Ласке все было, на самом деле. Вроде нормально, там НКЗ уже дал минус, дает информацию тиммейтам. Но вот этот момент, то, что, да, игрок за плентом смотрел длину, но смотрел так, что могли там чуть-чуть выйти. Ну, забегание за плент смотрел, а они там вдущи-то открыли. Сейчас нам покажут в повторе. Энтри килл. И вот. Там, да, уже минус дали по тиммейтам спину, но потом все-таки доработал. Неплохо сыграл и, конечно же, буду. Ситуацию один на один. Вытащил раунд и надежду для команды на НКЗ. Но была бомба, поэтому тащите еще один оружейный раунд. 13-14. Ситуация уже становится критической для команды 0-0 Nation. Нужно выходить прямо сейчас на 15-й. Вываливается авик, погибает второй. Что-то дернуло Макса, но он еще успел перевестись на колд-зеру. Два энтри-фрага. Шикарно все получается. Макс там на дикой Сенсей как-то развалил соперника. Как ушел. Спокойно все. Все, все, все. Можно закрываться по плентам. Не обязательно уже там играть эти поджимы. Лас намного больше. Снайпер расстается на карте. Он еще кого-то может еще на заходе, например, подловить. Ну, давайте смотреть. Атака вообще встанет у 0-0 Nation. Выходит на площадку сейчас. Да, все, собираются. Только что были растянуты по всей карте. Но принято решение играть через длину, судя по всему. Ну, здесь на инфе, по идее, Макс. Навряд ли тут имеет смысл дальше так активно стреляться с 309 хп. Правда, его пикает авик. Ну, Макс, может, тут не надо. Ты и так уже дал киллы стартовые. Может, как-то похитрее сыграть. Ну, авик его отпикал. Ну, нормально, дал кучу дэмэджа, да, там. Ну, думаем, все равно с АВП будет дальше играть. Ему, в принципе, этот дэмэдж не очень мешает. Ну, а если только хаешка, вон, где GT под ноги не залетит, или молик, то не мешает, по сути. Ну, 30 секунд. Все, тут разворотов, маневров, наверное, уже никаких не будет. Если делать, то прямо сейчас. Стопич и молотов. А там есть еще один. И хаешка. И флешка. Давай, молик. НКЗ. Флешка его не ослепила. Так, он погибает. Лату есть размен. Но последний думао. И это 14-14. 20 гривен превращаются. Превращаются 20 гривен. Ух. Ну, еще не до конца превратились. Да, вот теперь, я не знаю. Теперь я уже думаю, что допы будут. Ну, может быть. Может быть. 0-0 Nation давненько не выигрывали. Раунда. Посмотрим, кстати, что там по деньгам. Бомбы не было. 3-700, 3-400. Ну, 2К. Выход на B под раскидочку. Нестареющая классика. И матчпоинт для 9Z. Получается. Хотя бы один. На рандоме там как-нибудь. Ну, обсуждают. Еще ничего не купили. 0-0 Nation. 3D тайм-аут. Ну, будут форсить. Понятное дело. Мощно причем. Лус-бонус 3-400. Не, ну можно и в ноль форсануть как-то там. С Галилами. Прям. Не поставить бомбу. Да. Не поставить бомбу. Или сделать 2К. Или сэкономить максимально. Ну, деньги должны быть, по идее. Если 2К, там уже лус-бонус-то накопился. Как волнуется снайпер вообще. Вот видно, что еще, конечно, опыт нужен. Очень волнуется. Сейчас испугаются на НЗ переиграть 0-0 Nation. Надо собраться, парни. Все хорошо. Катка идет. Снайпер в порядке. 25 на 13. НКУЗ. Все. Никто не выпадает. Вся команда работает. Пытаются максимально полезно действовать. Это получается. Атака вот точно такие же проблемы имеет. И реально сейчас на НЗ выйдут на матчпоинт. Если не проиграют 3 дегламы, 2 текам, 4 смока, 2 флешки и молотов. Есть у команды 0-0 Nation. Он попытается снова пройти позицию Макса. Он у нас на контроле длины. Клдзера здесь. Здесь же трай. Даю дым. Я думал, какую-то подсадку буду делать. Но нет. Нет. Прямо строго. Под раскидочку. Парный выход. НКУЗ закрывает свою позицию. Также с Маком. Надо Макса здесь как-то проходить. Но Макса пройти не получается. Как его выкуривать тоже непонятно. Молотов есть у Думао. Но Думао на другом участке. Ну там у Макса есть хаешка. О, а что боком стоим? Непонятно. Все. Разобрались. Спокойно. Все. Выходил успикам Макс. Ну шикарно действует. Думао остается один. Дает хэдшот. Но вряд ли он выиграет этот раунд один в пять. И это матч. Пойнт для 9-0. Вот так вот. Кто бы мог подумать. Вроде бы набрали живенько, бодренько. 13-14. Но до 15-го и 16-го доехать не получается. Фейз я там услышал. Что у них там за заготовка? Браунд фейз какой-то? Что там будет? Коннектор? Сейчас будут загрязывать. Может какой-нибудь поджимчик мы увидим. Ну и что 0-0 Nation? Будут ли топы? Колд. Тагу. Ребята. Собраться на топы. Макс. Так. Так вот он. Вот он поджим пошел. 4П стак. Ждали. Ждали врыва по монстру. Врыва нет. Ну так. Зашел в коннектор. Ушел обратно. Проверил. Максу да. Он один. Ему нельзя там точно оставаться. Хотя возможно там есть какой-то план. Там должен вернуться по идее. АВИК тогда. Ну сейчас посмотрим. Вообще закрывается здесь команда 9Z. Ни подсадок никакие. А нет. Все пошли на воду. Видимо АВИК где? Подсадка. Неужели будет за 5 подсадка? Смотрите. Дальше пойдет? Да, пойдет. Да, да. Вот она. На тайминге минута 0-5 попадают даже по Таку. Ну кстати не сильно много демеджа. Но попали. Шуганули. Так, ну очень нужен был эндри на АНЗ сейчас. Так что сделать 0-0 Nation? Ну что, легенды. Колд. Таку. Парни, неужели так все плохо будет? И первый матч вы проигрываете. 9-24 у Таку. У него изначально как-то там не пошла игра. Много не получалось. 40 секунд. Ну 0-0 Nation пора делать выбор. Идут по дуге. Макс. А там Абик. А он успел пройти на упорную позицию. Флешка. Выпад. Все в блайнде. Как так получилось? 4 человека все в блайнде. Нормальная флешечка. Получилось. Ну что же, есть большинство. 4-3 на АНЗ. Все, 3 кила. И вы победили в первом матче. Парни. 20 секунд. Какой шанс. Уже торопятся. Уже торопятся. 0-0 Nation. Таку с бомбой. Дэвид. Так, кто длину смотрит? Да непонятно кто. Джетти. Да что ж такое? Таку. Вот они легенды. Ой, какой провал. Ну что за суета. Что за неуверенность в конце. Что за танцы. Каешка может так взорвется? Не. Они вообще на длине. Они просто ливнули. Так, NQZ меняет девайс. Дым бы найти, но дыма нет. Каешка, флешка. Да, они просто через длину уже перемещаются к банану поближе. Ну и тут надо просто вылетать. Да, NQZ понимает, что время много нет. Пойдет сейчас... Он думает длина. Он думает, это длина. Там уже вас обманули. Все, длина нет. Та раунда нет. Это допчики. Это 15-15. Тако таких не прощает. Уже в руках была победа. Но просто легенды. Колдзера и Тако включились на максимум. Сделали красиво. На лоу хп. Уже из последних сил, но все-таки вытащили этот раунд. Ох, интересно, будет ли у них еще вот такой шанс. В Найди? Да, да, да. И матч-поинт, и ситуация 4 в 3. И вроде бы понятно было, куда же идут оппоненты. Но как ужасно сыграли там парни в плейнете. И кабина. Никто вообще не понятно. Ну, никто не смотрел. Просто завтыкали про эту позицию. Вот он, Колдзера выходит. Первый боком. Второй непонятно. Ну, и там еще за кабиной еще один отлетел. Вообще, как же все. Как были они близки к победе. 15-15. Но как бы все равно остается играть в защите. Могут сейчас 3-0 сыграть в очередной раз. И получить еще там 3 матч-поинта. Ну, теперь уже 50 на 50. Территория допов. Это абсолютно другой КС. Тем более, выиграв важнейший клатч в меньшинстве. Все-таки 0-0 Nation должны воспрянуть духом. Как оно будет на самом деле, узнаем после паузы. 2-3 минуты. Мы с Тайфа вернемся к аменте допы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И нормально уже доиграет. Но с другой стороны, 0-0 Nation уже пристрелялись, набили руку немножечко к игре в этой атаке. И вполне вероятно, что смогут выиграть не только один, а может быть и два раунда в атаке. Тут и деньги есть, и понимание есть, все есть. Ну да, уже понимаю, где им попроще отыгрывать, но, опять же, неплохо играют на NZ здесь на оверпассе, хорошо защищаются, опять же, попадающие там ребята, снайпер хорош, поэтому тоже есть шанс, что они смогут и закомбетчить, ну только уже теперь на допах, точнее дотащить этот матч. Ну 50 на 50, я думаю, шансы здесь можем немного выделить снова фаворитам 0-0 Nation, они изначально должны были здесь выигрывать по версии букмекеров, но сейчас шансы равны, тем более на NZ за сильную сторону. Давайте глянем, кто кого. Ну да, уже нет того там какого-то бешеного кэфа, там троечки, да, стартового, ну то, что прям бешеного, но уверенного для 0-0 Nation, и по игре мы видим все абсолютно равненько, и теперь давайте посмотрим, что кто будет предлагать. Два коннектора, на этот раз от 9Z, низ смотрит Макс, уже немножечко там начинает чекать, сверху будет играть NQZ с AWP, она длинная, нет DGT с M, ну как бы я его тут сейчас трой не выключил. Ну была флешка, DGT только что раз чекнул, пытается проверять здесь заход, еще одна флешка, и теперь главное, идеально сыграть нет, идеально здесь играет трой, вот она entry kill уже для атаки, и есть немножечко пространства на длине. Ну теперь Макс остается в курилке, и, правда, его не с двух сторон зажимают, только с одной, но, правда, втроем идет атака под флешку, и хорошая. Съел на эту флешку, значит, по одному, по одному умирают на NZ, так же классно играли за защиту, где это все делось? Да, все уже. Все, два с грин. Да, да, 15-14, 4 в 3, точка А, просто парни не попали и упустили победу, вот. Все-таки интересно, Best of Fun, конечно, смотреть, перевороты такие бывают лютые, одна ошибка, и ты ошибся. И ты уже на допах, и ты уже отстаешь. По старой доброй традиции, 0-0 Nation не могли закрыть в основном периоде, зато на допах сразу 16-й, все спокойно, все стреляют, все находят фраги. На B с бомбой вышли без проблем. NQT сейвит. К нему тоже мы видим тут нет желающих подойти. В общем, 16-й раунд. На удивление, легко. Выигрываю 0-0 Nation. Да, тут же старт мани еще. Ну, 12-600, по идее. Должен быть старт мани. Или на RMR-ах по 10. По 10. Старые правила-то до сих пор. Эх, ну, ничего, сколько там? 900 баксов у Дэвида, нормально. Еще два раунда играешь с этими бабками. Макса 500. Ну, АВИК сейвился, поэтому все нормально. У него есть 400 на дроп, можно еще что-то засейвить, если что. Да, АВИК еще раз засейвить, если что. Как-то так, да. Если что-то пойдет не так. Как-то уже много говорит о том, что он действительно так не произойдет. 16-й раунд уже есть у 0-0 Nation. Ну, а дальше, если берут два за атаку, мы понимаем, это уже вообще конечное. Ну, Макс, Макс. Отличный антрекилл. Причем у него 4 тиммейта на базе B. Действовал абсолютно индивидуально в этом поджиме. Дал фраг и ушел на душевые. Все красиво. Поджим у Дэвида. И еще одно убийство. Теперь уже бесплатные антрефраги находят на инзи. Такой зеркальный раунд с прошлым мы с вами наблюдаем. Да, только теперь на инзи спокойненько уничтожают здесь атаку. Вот так бы лучше стартанули, парни. Вот тут реально вам нужно было 3-0. Хотя, опять же, может быть, тоже парни сделали правильные выводы. И какой-то раунд за атаку получится. Посмотрим. Пока отмечаем вновь Макса. Он забирает рай. Играет по-прежнему на поджиме. Пошли уже искать, думал, вместе с Лату. Но тут у Макс особо и не должен подставляться. Там прострелы и гранатки с одной стороны. Макс тут флешкой, да, пытается как-то его проверить. Ну, все замечает. Соперников, говорит, тиммейтов есть. Есть тут, как минимум, один. Ну, и просто через длину, видимо, будет вообще уходить в плент и играть вместе, да, со своей командой. По крайней мере, вместе со снайпером. НКЗМ. 28 секунд у команды Zero Zero Nation. Как бы деньги есть. По-любому надо пробовать играть эту ситуацию. Остается еще один раунд всего лишь, поэтому... Ну, а парни просто, чтобы палят таймер. Да, 15 секунд играют в долгу. А зачем? А чё бы нет. Так деньги ж есть. А что ты им сделаешь? Играют с кайфом. Один раунд у них впереди. Мы решили постоять. Психологическое давление. Нет, не стекалаш там. В чем? Чтоб на НЗ сидели и думали, сейчас, вот сейчас выйдут, сейчас выйдут, в последнюю секунду, сейчас выйдут. А они не вышли. Хоть просто на удачу ломишься куда-то вдвоем, там, с перепугу даешь два минуса, у тебя еще есть шанс как-то выиграть. А тут даже не попробовали побороться. По пять раундов, что ли, у нас? Да, да, другие допы у нас. Какие-то, да, новые допы. На европейском РМРе одни правила, на этом другие. Ну, так, ладно. Не захотели играть, но и не надо. Смотрим последний раунд первой половины первых допов. Макс полетел снова по всей карте, хозяйничает. Макс выходит, Тако. Встречает одного, встречает второго. Тако. Солярочка пошла, третий пушит. Ну, про горит сарай, горе и хата, подумал Дэвид, вышел третий в поджим. Ну, как-то вот, не знаю, вот эти поджимы сейчас просто губят всю игру для ребят из ННЗ. Хотят быть более разнообразными, но так у них много получалось. Вот как-то на пушах их ловят. Подумали, что у Тако не идет игра, сейчас пойдем раздавим Тако, пойдем на старичка. Ну, вот сходили, и в итоге Тако уже дал два энтри. Ну, вот тут можно разменяться. Да, минус Тако. Надо, чтобы люркер шел, чтобы Дэвид там уже поднимался на фонтан сейчас. Диджей Т1. Там надо, чтобы Думао на Б зашел, если его парни тут у кого. А, его тут не чекают. Да, даже не проверяют. Тут как бы 5 в 3 решили раунд отпустить. 0-0 Нейшн, никто никуда не выходит. Думао, вот он на Б наконец-то выполз. Там в коннекторе там уже сидит Дэвид. Вообще никто не смотрит. Спокойно с одним справился, видел бомбу, но вот со вторым, конечно, не пошло. И там уже вышел на точку Думао. Думао смог в 9, Думао перед хелпой. Молотов от инквизи. Он пытается... Воу! Неблохо вышел. Да, Лэнфу тиммейту. Да, окей, он в пленте, дружище. А дальше решай сам. Я думал, он развернется. Сейчас 20 секунд. Это дополнительное время для Диджей Ти. Он уже в девятке. Лато. Рассеивание! Под рассеивание смока сыграл Диджей Ти! Что отдали 0-0 Нейшн? 3 в 5 берут парни этот раунд. Ничего не чекается вообще. Да, кошмар какой-то произошел просто. Могли просто разменом сейчас пойти и уничтожить, там 5 длина сыграть. И по-любому бы зашли бы на точку. Но начали что-то выдумывать. И в итоге получили неприятную ситуацию. Ну ладно, один взяли. Может быть этого хватит, но не знаю. Нет, ну может и хватит. Может как-то ну... Сейчас, да, Найнзи 2 за атаку и все, и завершают. Ну как, ну как, вот что? На мажор собрались! Выходит чел на длине, прыжком не смотрит направо. Спускается в каналку, не чекает спину, хотя Дэвид там уже запушил минуту назад. Третья пауза от Найнзи. Конечно, надо пообщаться, конечно, по поводу атаки. Ошибаться не стоит. И желательно сразу же получить первый раунд, получить 2 маппоинта. Но то это будет сложно все равно. На опыте там сейчас 0-0 Nation, мне кажется, справятся. Должны поспокойнее играть. Хотя тоже, опять же, не идеальным все получается. И заливают парни. Сейчас могли выиграть раунд 5-3 за атаку. Просто отдали его. И вообще не ожидали. Потому что чуть-чуть более наглее сыграет команда Найнзи в защите. Ну что же, поехали. Удачи командам. Смена сторон. Атака на Найнзи начинается прямо сейчас. И на длину потихоньку двигается Дэвид. Нет, он просто откинул туда гранатку. А вышел вместе с тиммейтом. Проверяют ближние позиции. Да, минуту 35, что-то они не вышли. Под банан. Довольно смело. Но были правы. АВП здесь нет. Трай играет прямо из плента. Практически. Ну так банан под углом смотрит. Лата с Аугом там остался на длине. Атака. Посмотрите. Они просто на шифтах идут прямо сюда к Трайу. Ой-ой-ой. Как он? Как же он не угадал. Какой фейл от Трайя. Все проверяются позиции. Закрывается. Но единственная длина. Вот сейчас все внимание к длине должно быть у атаки. Внимание было, но минусы не было. Лата хорошо справляется с Дэвидом. 4-4. Но все равно как бы атака уже на точке. Можете скоро ставить бомбу. А они развернутся или что они там думают? Они не зашли в плент. Они еще не зашли, да. Длину, наверное, ждут. Да, хотят выключить Лату. Но зачем будут? Да смог бы сейчас, уже закончился бы. Дал бы ему вух. Может на Б как-то ливнуть? Все, да. Не вышли, не вышли. Будет пикать сейчас. А там бомба. Куда он будет пикать? Обредется. Локоток, по-моему, там плачет. Попал. 7 хп Лату. Не ваншот. Обидная ситуация для снайпера. Вообще странно, почему не вышли. Так и DJT сидеть никуда не идет. Уже надо на АТО до всем выходить. Ну, ждет Люркера. Здесь дым, флешки, все, что есть у атаки. Хорошо, выключили Думау. Есть инфа о том, что один красный. Ну, кабина, значит, где он еще может быть. Все, Макс видит хилпу. Колд пришел. Но, правда, бомба уже ставится. Голдерой Тако. Лучший дуэт команды Zero Zero Nation. Погибает от рук Будды. Сюда двацаточка. Но Трай тут, конечно, очень ужасно стартанул. Это был Энтри. После этого, казалось, еще чуть-чуть стопнули Zero Zero Nation. Но, как бы, снайпер команды NQZ. Одного до красна. Потом Думау за плентом вырубает. Ну, и уже бежит ставить бомбу. И дальше команда доигрывает раунд. А что такое? Что случилось? Это пауза. Пауза срочная. Там ЗА какой-то кипиш. На линейке поднимает. Что-то может. Выдернул наушники, когда радовался. Такое случается. Шнур, он как бы не безлимитный. На капельках. Окей, не окей. Там сейчас слышно, не слышно. Ну да, проблемы со звуком, показывает тренер. Да, многим командам нужно будет привыкнуть к этим гарнитурам. Ну, судья с Мальты приехал, да? Да, да, кстати, довольно интересно. Не оставили его там на курорте, да? Ну, не оставили его на европейском РМРе. Сюда прям привезли. Все-таки Швеция и Мальта, да. Погодка сейчас. Заморозить решили, судью, думаю. Швеция. Ну, с другой стороны, так уже месяц на EPL он там сидел. Смена обстановочки там. Не помешает, да? Ну что ж, повтор, друзья. Первый раунд сразу же берут на NZ. Получают еще два матч-поинта. Один был при счете 15-14. Это уже говорю для тех, кто вдруг недавно подключился. И такие удивились. А что же там за счет такой? Что там за NZ такие, которые тащат? Ну, интересно. Мы ожидали борьбы, но здесь уже прям на допах мы видим экшен. Один раунд из двух нужно выиграть на NZ. Все паузы израсходованы. Попытаются здесь и сейчас закрыть. Да, перед стартом атаки взяли паузу. Взяли раунд. И сейчас еще одна пауза. И что, по традиции, еще один выигранный раунд и GG. Ну, это корзина команд 1-0. Ты представляешь, какие там монстры на NZ ждут во втором туре? Ну, ничего страшного. Просто фурия, комплексити, ЕГЭ. Монстры вдруг захотят играть оверпасс. И у них что-то пойдет. И не захотят уже после такого оверпасса. И у них что-то пойдет не так. Так что, выход. А, ну, по всей карте хочу. Опа. А вот и entry падает. Латтон наказан на агрессии. Не успел отойти. Снайпер не прикрыл никак. Трай. И теперь трай там сам не очень. Ситуация. Нашивают колда. Еще один entry. Да ладно. Двойной получается для NZ. 5 в 3. Ну все. Это просто джекпот. Это еще круче даже ситуация, наверное, чем тогда. Когда так он выиграл. 15-14. А, не-не-не. Думао. До свидания. Ребята, добро пожаловать в корзину 0-1. Но зато это будет легчайшая корзина. Из хороших новостей для Zero Zero Nation. Там пацаны в черных футболках приехали. Без формы. Должны проходить. Cold Zero и компания. Так-так-так. Трай. Ну давай попробуем. Да нет вообще. Без потерь в победу, друзья. Поздравляем, NZ. Они все-таки, можно сказать, немножечко сенсационно здесь вырывают победку и забирают. Очень важный оверпасс. И, в общем-то, выходит статистику 1-0. Получает опыт. На шаг ближе к выходу на мейджор становится NZ. Что-то хотел там то ли поснимать человек. Судья не пустил. Ни одного лишнего человечка не должно быть за линейкой. Все правильно. Ну и вот они расстроены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok